Здравствуйте, я Анастасия Емцова, это информбюро программы чистых новостей. И вот грифы самых главных событий сегодняшнего дня. Гриф «Спор», «Корова» и «Два теленка» стали причиной большого конфликта между двумя семьями в селе Преградном. В чем дело, пыталась выяснить Анастасия Самойлова. Гриф «Стройка на костях». Участок земли около Успенского кладбища в Ставрополе отдали под стройку бизнес-центра. Законно ли это, разбирался Алексей Фортиков. Гриф «Незданные гости». Профилактическая операция «Семья» стартовала сегодня в Михайловске. Инспекторы по делам несовершеннолетних Шпаковского района наведались в гости к трудным семьям. На проверки побывала Вероника Гринченко. Гриф «Спартакеада». Силовики продолжают состязаться. На этой неделе судебные приставы из КПО проводят отборочные соревнования. Подробности в сюжете Валентины Черносчёковой. Гриф «Гроза». Завтра пройдет не только дождь, но и гром прогремит. Подробнее в конце программы. Житель села Юца, что в предгорном районе, обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера. Надругался мужчина над дочкой своей сожительницей, уверены следователи. Девочка страдает детским церебральным параличом. На момент совершения преступления ей было 8 лет. Пожаловаться на отчиму ребенок долго не решался. Только через год она рассказала все бабушке. Со слов девочки, мужчина не раз позволял себе такое. На данный момент подозреваемый признался только в одном преступлении. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается. Гриф спор. В селе Преградная крепкая дружба двух семей превратилась в кровную месть. Из-за коровы животное изобрело на чужую территорию. Случилась потасовка бывших друзей. Уже потом взаимные обвинения и многочисленные суды. Теперь злейшие враги обходят друг друга стороной. Подробности истории отправилась выяснять Анастасия Самойлова. Дело происходило в сентябре прошлого года. Стада коров, как обычно, паслось на своей территории. Когда одна из них вместе с двумя телятами забрела на чужое поле. Тут-то все и началось. Глунев схватил меня левой рукой за горло, а правой рукой за руку. Начал душить меня. В это время начал угрожать мне, что я тебя убью. Сейчас постреляю твоих коров, потом убью всю твою семью. Александр Харченко вспоминает события практически годичной давности. Стада послось где следует. Только одно животное с двумя телятами заблудилось. Хозяин поля, куда забрела корова, Алексей Лунев, был вне себя от гнева. Громко кричал, угрожал, размахивал руками, рассказывает Александр. И даже полез в драку. А все из-за того, говорит фермер, что корова чуть-чуть потоптала стерню. Всех животноводов нужно душить. Ну, убивать. Типа вы топчете земли, луга, поля. Нам, людям, которые занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур, нам житья не даете. С Алексеем Луневым их семья всегда была в приятельских отношениях. И в армию провожали, и на свадьбе все вместе гуляли. Потом семья Харченко занялась скотоводством. А Лунев заинтересовался сельхозугодиями. До коровьего конфликта семьи друг в друге души не чаяли. А потом начались взаимные обвинения, суды и угрозы. Как только семья Харченко обратилась в милицию с жалобой о том, что Александра чуть не задушил разъяренный Лунев, в отделении тут же появилось заявление самого Лунева. Мол, его. Харченко чуть не пристрелил из охотничьего ружья. Суд встал на сторону Алексея Лунева. Хотя семья Харченко уверена, все свидетели куплены. К тому же бывший друг Лунев не останавливается, говорят фермеры, а продолжает портить их мирную сельскую жизнь. Нам угрожал тем, что избавится от нашего хозяйства, или постреляет его, или как-нибудь его переведет. Вот в этом году у нас за месяц пять телят сдохло. Когда мы вызвали ветеринарную службу, приехали ветврачи, установили факт того, что у телят дизентерия началась. От чего, почему, в общем, никто этот факт не установил. На скрытие мы, естественно, не возили. Но так как Лунев постоянно проезжает у нас за кошарой, а пастбища у нас находятся, естественно, и за территорией нашей кошары. Здесь мы взяли эту землю в аренду. Я считаю, что он мог действительно что-нибудь насыпать там на траву. Теперь Алексей Лунев обвинил бывших товарищей в поджоге своих полей и вновь обратился в суд. Харченко не находит себе места. Показывают кей по бумаг, направленные в разные инстанции. Они больше, чем уверены. Здесь все решают деньги, которых у них нет. А у Лунева куры не клюют. Наша съемочная группа попыталась встретиться с Алексеем Луневым и выслышать его точку зрения. Пришли к нему домой. Дверь так никто и не открыл, зато телефонную трубку взял практически с первого раза. Я вам считаю, что все началось из-за их гадостей с коровами. Они уже тут мне такое устраивали. Рейтерский захват Шуняеву, Николаю Ивановичу, с администрацией предлагали, чтобы он меня выгнал с территории. У них бизнес вниз идет там. Это все началось из-за их коров. То есть они во всем виноваты, да? Я не хочу никого обвинять. Я просто говорю, вы спрашиваете в чем? Я вам отвечаю. Я никого не обвиняю. Все началось из-за их коров. С вами встретиться, поговорить на эту тему можно? Я в Новоалександровске. А когда будете? Я не знаю. Я человек, как в Новоалександровске. Каково же было удивление, когда машину Лунева наша съемочная группа увидела буквально через пять минут. И не в Новоалександровске, а в селе Преградное. По телефону мужчина сначала стал оправдываться, а потом кричать, что ему некогда и нечего говорить об этой ситуации. Разве что только одно. Дружбы больше не будет. Нечего коров куда попало пускать. И знать не хочу, и видеть не хочу. Я с вами не общался. И трогал, и трогать не собираюсь. Между тем, Лунев и Харченко точно встретятся еще раз в суде, где будет рассматриваться дело о поджоге поля, которое принадлежит Алексею Луневу. Анастасия Самойлова, Юрий Корниенко, Информбюро, село Преградное. Гриф «Стройка на костях». Общественники из протестного комитета уверены, если возле Успенского кладбища Ставрополя продолжат стройку, городу грозит эпидемия сибирской язвы. Так ли это на самом деле и законно ли строительство, выяснял Алексей Форсиков. Это прямое нарушение федеральных санитарных нормативов, на которые у нас пошел и Роспотребнадзор, выдав заключение санитарно-эпидемиологическое, и наша власть в лице директора комитета градостроительства и главы города Ставрополя. Члены общественной организации «Протестный комитет» горят желанием остановить незаконную, по их мнению, стройку возле старинного Успенского кладбища в Краевом центре. Они рассказали, землю под будущий бизнес-центр отвели неправильно. От забора кладбища надо было отступить приличное расстояние, не менее 50 метров. В санитарно-защитных зонах кладбищ не допускается устройство зданий и сооружений с длительным пребыванием свыше 50 часов в месяц. То есть мы считаем, что строительство этого здания нарушит права граждан, которые будут в этом здании работать, поскольку длительное пребывание не допускается, негативно будет влиять. Еще они уверены, кроме того, что стройку начали не там, она может затронуть захоронение людей, умерших от сибирской язвы. Они обращались и в Роспотребнадзор, и в Противочумный институт. Всюду им говорили, что беспокоиться не о чем. Мы обращались, но мы обращались туда с запросом, чтобы они дали нам информацию, была ли эпидемия сибирской язвы в Ставрополе, и где были захоронены. Но нам сказали, что у них такой информации нет. На плане города вековой давности хорошо видно, кладбище было больше, чем сейчас, почти до железной дороги. Город рос, захоронения переносили, территория кладбища уменьшалась. Самые поздние могилы – 40-х годов прошлого века. Так что там, где теперь стройплощадка, могил точно быть не может. По поводу сибирской язвы. Случаев захоронений больных людей там не было с позапрошлого века. В этом уверен один из авторов научной работы о состоянии и сохранении старых городских кладбищ. С 1868 года, как минимум, там не было таких захоронений. Впрочем, это точно сказать никто не может. И дело даже не в том, что были там такие захоронения или нет. Были там захоронения больных холерой или чумой тоже практически не имеет значения. Что же касается разрешения на строительство, то и здесь сомнений быть не может. Комитет градостроительства выдал разрешение на основании заключения Роспотребнадзора. Да и сами санитарные зоны могут быть уменьшены после необходимых проверок. Прежде чем предоставить земельный участок и получить это санитарно-эпидемиологическое заключение, Роспотребнадзор проводит различные изыскания на данном земельном участке, на запрашиваемом земельном участке. В связи с чем, если Роспотребнадзор приходит к выводу, что уменьшение этой зоны как раз-таки возможно, оно выдает положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. И тогда только администрация города может распорядиться данным земельным участком, то есть предоставить его в аренду. Если дела и вправду обстоят так, как уверяют в городадминистрации, то ни правозащитникам, ни остальным горожанам беспокоиться не о чем. Алексей Форсиков, Николай Попов, Информбюро. На Ставрополье окончательно подвели итоги жатвы. Сегодня министр сельского хозяйства Игорь Журавлев рассказал, какой же каравай собрали крестьяне. Во-первых, рекордные за последние сто лет больше 7 миллионов тонн не собирали, а в этом году без малого 8. Во-вторых, по качеству урожай самый лучший в России – 82% и собранного зерна продовольственное. За исключением восточных районов региона, где урожайность худоватая. На брифинге министр озвучил и себестоимость. Средняя – 3 рубля 60 копеек за килограмм. На сегодняшний день цена примерно складывается на нашу продукцию, будем так говорить, за ориентир пшеницы третьего класса, в районе 5 с небольшим рублей на элеваторе. Ну, а понятно, что продукция ниже качества, ну, классом она чуть поменьше, в хозяйстве это чуть меньше цена, естественно, что ее надо вывезти. Ну, вот примерно на таком уровне. Могу сказать, что за последние пару недель она немножко подросла, то есть она была еще ниже. Сегодня министр здравоохранения Края отчитывался об итогах программы по снижению заболеваемости и смертности. Так увеличилась продолжительность жизни у больных с сахарным диабетом в среднем на 3-4 года. Прогресс и у онкобольных снизилось количество летальных исходов у пролеченных пациентов. Ставропольцы стали меньше болеть и венерическими заболеваниями. Снизилось число обострений и развития необратимых последствий у больных, страдающих заболеваниями, передаваемых половым путем. Улучшились основные показатели заболеваемости взрослого населения сифилисом. Так что больных с впервые установленным диагнозом сифилиса в первом полугодии 2011 года в Ставропольском крае составило 245 человек. Снизилось на 55,8% в сравнении с первым полугодием 2010 года. Там было 439 человек. Гриф нежданной гостью. У инспекторов Шпаковского района стартовала операция «Семья». Главная задача сотрудников – поставить трудные семьи на контроль. Как прошел первый рейд, знает Вероника Гринченко. На вечерней планерке инспекторам по делам несовершеннолетних и патрульным разъясняют основные задачи сегодняшней операции. Краткий инструктаж и в путь. Первые подопечные Сергея – семья Востыковых. Во дворе чище, чем в квартире. Холодильника нет, еды тоже. Где дочь и внуки, Мария Николаевна точно не знает. Дети в настоящее время где находят? Вот цыганки были. Вчера цыганка забрала. И что сказала, когда привезет их? Говорит, суд будет вам. Я говорю, а какой суд? А опять насчет элементов. Не элементов, а насчет лишения ее детей. Ну как это, мать-бабушку родную лишать? А она что, мама что ли? Семья на поправку идти не хочет, говорит инспектор. Какие меры только не принимали. Не пугает мать детей Ольгу и то, что их могут забрать в детский дом. Сколько лет пытаемся помочь, говорит Сергей, столько нас и не слушают. Систематически употребляют спиртными напитками. Нигде не работает. В доме постоянной антисанитария неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35. В этом году был собран материал и возбуждено уголовное дело по статье 156. Тоже жестокое обращение с детьми. Решение Шпаковского района суда, в Глажанке Востряковой, дали год условно, с испытательным сроком один год. Кроме того, был собран материал на лишение родительских прав в отношении двоих малолетних детей. Данный вопрос решается и, скорее всего, будет принято положительное решение. Совсем по-другому обстоят дела в семье Жуковых. Мать пятерых детей Ольга с помощью инспекторов встала на ноги. Когда-то я оступилась, жалуется женщина. Компания попалась плохая. Часто выпивали. Сейчас все изменилось. Самое главное для нее дети, говорит женщина. Дети стали как бы подрастать. Я уже поняла, что надо мне им тоже что-то дать. И терять я их просто не хочу. Это мое. Таких семей, за которыми нужен глаз да глаз, в Шпаковском районе около 50. Но уже сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних могут поставить в пример остальным около десятка исправившихся родителей. В районе 10 семей мы сняли с учета, однако продолжаем их контролировать. Те же семьи, которые не становятся на путь исправления, мы периодически посещаем, составляем административные протоколы, привлекаем их к ответственности. Вероника Гринченко, Николай Попов, Информбюро. В Есентукском краеведческом музее открылась необычная выставка. Оригинальность в том, что на ней совмещены работы двух мастеров. Художник Алексея Кабанцова и архитектора Семена Караковского, который представил свои фотоработы. На удивительной экспозиции побывала Александрина Туршеева. Разные по возрасту, темпераменту, стилевым пристрастиям. Оба художники. Только один творит кистью, а другой видит мир через объектив своего фотоаппарата. Вдвоём они, тем не менее, создали интересную и разноплановую экспозицию. 12 августа в Есентукском краеведческом музее открылась двойная выставка. Есентучанина Алексея Кабанцова и пятигорчанина Семёна Караковского. У каждого есть что-то любимое. Я очень люблю акварель ещё со времён, когда закончил институт и продолжаю работать. Я вдохновлён самой жизнью. Жизнь, она прекрасна. Её пытаюсь изобразить, её пытаюсь переосмыслить. Такого открытия персональной выставки художников, когда гости без остановки брали слово, говорили тёплые слова, отнюдь не готовившись заранее выступать, давно не видели стены Есентукского краеведческого музея. И секрет тут прост – личности самих художников. Мои давние друзья, у них очень интересная история и судьба художников. Эти мастера показывают свои новые работы и продолжают удивлять, потому что в этих новых работах чувствуется дух нашего времени. Взаимоотношения человека и природы – одна из основных тем Алексея Кабанцова. Творческая интерпретация авторам окружающей природы Кавказа, где он провёл всю жизнь. Работы выполнены в разных авторских техниках. Это станковая живопись, акварель по сырому полотну, техника жатой бумаги. Я пытаюсь одно единственное – отобразить тот мир, который живёт в моей душе в момент столкновения с реальной действительностью. Ищу прекрасную форму, цвете, гармония композиционная, гармония цветовая. Философские акварели Кабанцова дополняют фотоработы Семёна Караковского, которые создают единое целое. Этой целостности подчинена и развеска фотографий. Была просто идея выставлять вместе фотографии и живопись. Или фотографии и графику. Выставка Кабанцова, ну она как бы в рифму, что ли, вызвала вот такие работы. Может быть, немножко отвлечённые, не очень конкретные. Ну, мне это близко. Сила фотографии велика и безгранична. От первых чёрно-белых изображений светописи до современных цифровых фотографий. Искусство с каждым годом открывает новые виды и возможности передать то, что порой недоступно человеческому взгляду. Фотография – это искусство выбора. Сначала ты выбираешь, что фотографировать. Потом ты выбираешь, что оставить из сфотографированного. Потом ты выбираешь, что выставить из оставленного. И насколько это соответствует моменту. Психологи отмечают, если позитивными картинами художников украсить свой дом, то в нём появится ощущение комфорта и уюта. Художественные полотна создают атмосферу душевной гармонии, благоприятную психологическую обстановку и положительную энергетическую ауру. Аэропорт Минеральных Вод подтверждает статус международного. Совсем скоро отсюда будут организованы рейсы в Европу и на Ближний Восток. Все подробности у нашей бизнес-ведущей Татьяны Фёдоровой. Действительно, в настоящее время ведутся переговоры с рядом российских и иностранных авиакомпаний об организации международных рейсов в ближайших планах страны Европы и Ближнего Востока. Об этом сообщил Георгий Ефремов, зампредседателя краевого правительства. Также он подчеркнул, что с открытием на Ставрополье итальянского консульства рейсы в Италию будут востребованы уже этой осенью. К новостям компании. Группа агропредприятий «Ресурсы» – один из крупнейших производителей мясоптиц на юге России – купила Ставропольский бройлер. Теперь в двухлетнем плане дочки увеличит производительность до 240 тысяч тонн. Это почти в два раза больше нынешних показателей. Стоит отметить, что за последнее время Ставропольский бройлер активно наращивал производственные мощности. Это и племяное хозяйство, инкубаторий, комбикормовый завод и мясоперерабатывающие комбинаты. Сделали покупку и обнаружили, что сумма в чеке по непонятным причинам отличается от указанной на ценнике? Отправьте сообщение о недобросовестном продавце в налоговую. Для этого в зданиях районных инспекций краевого центра установлены специальные ящики. В них каждый желающий может опустить товарный чек, квитанцию или бланк строго отчетности. Эта информация поможет выявить налогоплательщиков, не представляющих отчетность, а также факты несанкционированного вмешательства в работу контрольно-кассовой техники. С недавнего времени у Ставропольского бизнес-инкубатора новая управляющая компания «Шефство». Над резидентами взяла торгово-промышленная палата «Краем». Цель уникального проекта Министерства экономического развития – поддержка и развитие субъектов малого бизнеса. И, конечно, помощь в открытии собственного дела. Об условиях, в которых выращивают малый бизнес, наш следующий сюжет. Ангелина стала резидентом бизнес-инкубатора полгода назад. Ее фирма занимается подбором кадров для местных работодателей. В штате шесть человек. Ну, конечно, это огромная помощь малому бизнесу, потому что арендную плату мы платим намного меньше. Первый год это вообще очень помогает, 40% от всей общей стоимости. Также нам дается интернет. Ну и люди, которые управляющая компания наша, она нам очень помогает. Все настройки техники и так далее, и на все наши просьбы есть очень быстрый отклик. На сегодняшний день в бизнес-инкубаторе развернули свою деятельность 9 резидентов. Порядка 20 мест остаются вакантными. Как признается Ангелина, для того, чтобы попасть в тепличные условия, ничего сверхъестественного не потребовалось. Попасть было сюда совсем нетрудно. Мы пришли, люди нас выслушали, поняли, что это рентабельно, что это нужно для нашего края, для нашего города. Кроме льготной аренду и бесплатного пользования оргтехникой, в стенах бизнес-инкубатора начинающим предпринимателям доступны секретарские, бухгалтерские, юридические и консалтинговые услуги. Однако это не все. Здесь возможно проводить и консультации для резидентов, здесь проходят семинары сегодня, тренинги, конференции. То есть сегодня очень хороший широкий такой спектр, который может получить начинающий бизнесмен именно в условиях бизнес-инкубатора. Поргово-промышленная палата края продолжает прием заявок на участие в конкурсном отборе резидентов бизнес-инкубатора. Вы тоже можете поучаствовать в конкурсе. Прием заявок на участие и дополнительную информацию можно получить по телефону в Ставрополе 334 900. И перейдем к курсам валют. Единую европейскую сегодня покупали за 40 рублей 90 копеек, продавали за 41,75. Доллар курс покупки 28,35, продажи 29 рублей 15 копеек. И вот как выглядит курс валют, опубликованный Центробанком на завтра. Евро 41,31, доллар 28 рублей 72 копейки. Это были все бизнес-новости на сегодня. Как всегда, желаю вам удачного вечера. А теперь о спорте. Гриф Спартакеада. На этой неделе сборная судебных приставов СКФО проводит отборочные соревнования. Сегодня был второй этап. Подробности в сюжете Валентины Чернощековой. В Ставрополе проходит второй этап Спартакеады, ФССП России имени Рысина. Участвуют все команды субъектов СКФО. На стадионе «Динамо» можно пронаблюдать за гиревым спортом, служебным двоеборьем и комплексным единоборством. А в тире роста – за соревнованиями по стрельбе. Всего около 140 участников. Команду Ставропольского края представляет 29 человек. Из них 4 мастера спорта международного класса, мастера спорта. По четырем видам спорта – это комплексное единоборство, гиревой спорт, стрельба и служебное двоеборье. Надеемся, что наша команда Ставропольского края займет достойное место в команде СКФО и достойно выступит в Подмосковье на Спартакеаде Российного. Среди мастеров спорта по боксу – Любовь Лопатина. Накануне на чемпионате России она стала абсолютной чемпионкой. Девушка подтвердила титул и вошла в сборную по боксу. В октябре она будет участвовать в чемпионате Европы в Дании. Несмотря на такие достижения, Любовь волнуется на соревнованиях каждый раз. Я принимаю участие в соревнованиях по комплексному единоборству. Занимаюсь этим видом спорта уже на протяжении трех лет. А вообще спортом занимаюсь с детства. И эти соревнования, так как они проходят дома, это очень ответственно и очень волнительно. И здесь стоит очень волнительная атмосфера, особенно для всех участников, особенно для девочек. Окончательный этап спорта-океады пройдет в Подмосковье. Участие приемут сборные команды из восьми округов России. Валентина Чернощекова, Александр Лукьянченко, Информбюро. И настало время поговорить о погоде. Я передаю слово нашему уникальному метеоблизняшку Маше и Даше. Здравствуйте. Это единственный мир и синхронный прогноз погоды. Сегодня ночью территория края плюс 17-19. В утро в Ставропринномыске грозовые дожди. Днем 22, вечером плюс 15. В городе Кавказ, в натуральный ход, переменная облачность, возможные осадки. Днем 25, вечером 60 градусов выше нуля. Ветер западный 5 метров в секунду. Относительное давление ниже нормы. С вами были Маша и Даша. Хорошей погоды. Пока-пока. Все видео нашей программы вы сможете найти на сайте stv.rf. Заходите, смотрите онлайн вещание первого краевого информационного и круглосуточного канала СТВ+. Обсуждайте чистые новости в чисто русском интернете и обязательно звоните, мы поможем. Телефон нашей редакции в Ставрополе 35 13 45. А у меня все. Все вы смотрели информбюро программу чистых новостей. С вами была Анастасия Емцова. До свидания.